Всем привет! Начинаем гулять опять по образам мифологии. Сегодня хочу познакомить с Юпитером, верховным божеством римского пантеона, властелином небесных сил, вливающих громами, молниями, тучами, ливнями. Назвали его тучегонителем, громоверцем. Юпитер давал людям законы и охранял порядок. Римляне перенесли на Юпитера многочисленные мифы о Зевсе. Кронос, отец Зевса. Идеи, младший из титанов, зная, что один из его сыновей восстанет против него, начал пожирать своих детей. И два те успели рождаться. И вот, когда наступило время появиться на свет последнему ребенку, супруга Кроноса, Рея. Она скрылась на острове Крит, и там в пещере тайно родила Зевса. Вместо новорожденному она дала мужу камень, обернутый в пеленку, которую тот проглотил и даже не заметил обмана. Зевс вырос и принудил Кроноса вернуть проглоченных им братьев и сестер. Посейдона, Аиду и Геру. И вместе с ними начал борьбу против отца. Ну, в ответ на это Кронос призвал на помощь титанов. Но Зевс поразил их всех и низверг в мрачную бездну Тартар. Боги воцарились на Олимпе, поделили между собой власть. Посейдон стал владыкой морской стихии. Аид получил подземное царство, ну, а власть Зевса распространилась на небо людей и богов. Жена Зевса Гера господствовала над миром вместе с Зевсом. У Гера и Зевса родились дети Геба, богиня юности, бог войны Арис, Гефест, бог кузнечного Ренесла. Многочисленные мифы, конечно, говорят, что Зевс очень любил смертных женщин. Он являлся к ним, перевоплощаясь в птиц, животных, золотой дождь. Зевс был отцом многих богов и героев. Хочу вам показать то, что я нашел в интернете, касаемо Зевса. Напоминаю, что римляне перенесли на Юпитера многочисленные мифы о Зевсе. Картины, скульптуры, интересно посмотреть. Все, всем пока, всем привет. Сегодня я рассказал вам о Зевсе, Юпитере, Громовержеце, главном на Олимпе. Все, все, пока, всем привет, до свидания. Субтитры, Громовержеце, 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 Громовержеце. Субтитры, Громовержеце, Громовержеце, Громовержеце.